он говорит что главным мотивом является должно являться любовь и благополучие личности которые мы указываем на недостаток мы можем заглянуть свое сердце и подумать насколько меня вообще волнует благополучие этого человека насколько я его люблю это единственное что дает нам право как бы совершать эту операцию так называемая когда мы показываем человеку на какой-то порог или на какие ты несовершенства по сути дела что провести эту операцию нам нужно обезболивающее и вот эта любовь является этим анестетиком который блокирует боль или по крайней мере человек почувствует что мы желаем ему благо у меня была ситуация с моим духовным учителем когда я приехал в индию после долгого отсутствия в ней я был рядом с учителем близко не были но индей иногда особенно святые места раз поднимают какие-то наши глубинные проблемы буквально третий-четвертый день у меня начались проблемы на грязь какая-то стала всплывать из прошлой жизни не аштормил очень сильно непростой такой период тяжелый но в первые дни когда я встретил учителя там он дал мне очень много любви и это почувствовал и он видел что меня штормила но все равно продолжала как бы с таким состраданием с любовью ко мне относиться после мы ходили вместе с радонат с вами по святым местам и после окончания паломничества я попал к нему на аудиенцию я задал несколько вопросов спросил что мне делать рассказал ситуацию он не сказал что ты хочешь это святые места любые хорошие наши качества увеличивается в этих местах но также и грязь может всплывать и тоже эту грязь становится очень видно и он сказал что мне делать на следующий день я уверен что никто из вас видели росте что радонат с вами нью-йорке чаще бывают и в америке чем россии даже сейчас он чаще бывает чем в индии те кто с ним общались видели что из него исходит такая безусловная любовь вокруг каждый человек рядом с ними чувствую что он его любит и он очень личностный и тут когда попал и общество снова то он принципиально стал меня игнорировать он общался со всем кем угодно только не со мной хотя находился буквально полуметре от него полностью не игнорировал я был как же фанер который вообще не замечал просто буквально кричала а почему вот то с кем с кем он общается мне как раз нормальная ситуация у них нет таких проблем как у меня меня штормит нереально плохо внутри не такой кризис который у меня кризис уж давно не было и когда я уезжал уже из индии буквально через пару дней я думал почему так со мной жестоко поступал жестко потом но внутренний голос говорил мне смотри ножи до этого показывал тебе что тебя любит сто процентов то что он делает сейчас за этим стоит его любовь и потом только до меня дошло что на самом деле он заставил меня взять ответственность за мою собственную жизнь что очень часто обратите внимание мы хотим приходить кому-то со своими проблемами да и плакаться как я такой несчастный у меня так все плохо у меня и что мы хотим услышать в ответ а нет ты хороший да нет я плохой скажите еще что-нибудь хорошие то что глубине сердце мы хотим услышать согласны мы хотим такой игрушки играть меняться мы не хотим это то же самое что прийти знаете коврячу с каким-то нарывом на руке сказать вот у меня нарыв что сделает хирург он достанет скальпель скажем да вы садист что меня резать хотите вы подуйте лучше этот нарыв а дело в том что это не сработает любовь иногда проявляется в строгости нам нужно четко понять что любовь это не исполнение всех прихоти других любовь это мысли о благополучии если ради блага другого человека нужно причинить ему боль временную боль чтобы он потом исцелился и обрел счастье это нужно делать интересно что господь копила прийти песни шима 2 в этом говорит что нельзя причинять напрасную боль господь говорит мне нужно вообще не то что нужно нельзя вообще боль причинять в некоторых случаях это боль необходимо для того чтобы спасти жизнь человека разумеется что любой человек который указывает на недостатки причинять некоторую боль согласны с этим иногда это будет беспокоить других людей но ли тот человек который заставляет нас или помогает нам взять ответственность за самоисцеление он казалось бы выводит нас из зоны комфорта из такой обыденного такого состояния в котором мы привыкли жизнь из этого болота нас беспокоит мы можем возмущаться это единственный способ иногда спасти человека и не нужно этого бояться просто это нужно делать правильно любовь это то что как бы помогает людям принять тот нашу помощь поэтому один из бактивно такой говорит исправлять других может тот чем главный мотив является любовь и благополучие личности которые наказывают на недостатки другой механизм сейчас мы будем разбирать уже некоторые практические механизмы описаны в ведах как правильно в очновском этикете ведическом как правильно исправлять других как правильно указывать на недостатки очень важный пункт состоит в том что исправлять недостаток нужно всегда наедине есть такой принцип что ругать нужно наедине прославлять нужно при всех я верю что каждый из слышащих меня согласится с тем что даже если мы понимаем что мы не правы но если это при всех говорят нам это очень больно становится наши мы как-то съежимся внутри поэтому сердце наше закрывается к этому послание поэтому нельзя ни в коем случае публично указывает на недостатки на грубейшая ошибка даже когда муж и жена не могут выяснять что-то это не нужно делать не при детях и на улице иначе не будут не нужны рано друг друга причинять даже правильные вещи нам будет сложно это принять из-за обиды которые мы получим слава богу мне повезло с родителями они ругались но я никогда никогда это не делали при детях это должна быть табу потому что если дети видят родителей которые выясняют отношения у них появляется очень глубокий стресс внутри что дети чувствуют себя незащищенными если родители не могут договориться или у них конфликты то сразу ребенок чувствует внутреннюю боль и не возникает глубокие комплексами они полноценности хорошо исправлять нужно едине следующий момент нам нужно проверить чтобы на нашем сердце не было как бы зависти мы тоже упомянули следующий важнейший пункт мы должны сами делать то что мы чего мы пытаемся научить других это важнейший пункт потому что если мы сами по крайней мере не будем пытаться делать в своей жизни пытаться практиковать то на что мы хотим указать окружающим наших словах не будет силы знаменитая история которую вы наверняка слышали что когда к махатме ганди пришла одна женщина с маленьким ребенком и попросила его вы не могли бы моему маленькому сыну сказать чтоб он ел сладости потому что у него диатез и врачи сказали что для него это очень-очень вредно меня он не слушает потому что у нас послушает и тогда махатма ганди сказал хорошо я скажу вам приходить через неделю сейчас не могу когда через неделю она пришла махатма ганди сказал ты не должен есть сладости ребенок перестал мать спросила а почему вы сразу ему не сказали она ответила дело в том что неделю назад я сам ел сладости когда мы говорим что-то и сами этому следуем то в наших словах есть оплённая энергия есть оплённые силы это очень важно и никогда своего отца не слышала чтобы мой отец например оскорблял кого-то это был совершенный пример я никогда не слышал чтобы он ругался матом я никогда не видел уступ мой отец курил поэтому он был для меня примером когда мне было через четыре года я помню я остался на день с мамой в это время к отцу домой пришел друг и они вышли в коридор вдруг курил отец просто с ним общался когда мы остались на зиме с матерью мама подняла палец и сказала твой папа очень хороший твой папа никогда не курит мне было четыре года я сказал ах так тогда я тоже никогда не буду курить меня это привезло огромное впечатление я гордился своим отцом и мать вставила пример хорошее качество впоследствии все мои друзья закурили некоторым из них родители которые сами курили говорили увижу сигарет и оторву тебе там голову или ты будешь наказан но так как эти дети не видели примера то в словах этих родителей не было силы они думали хорошую сказку мне рассказали родители на сами-то они не следует поэтому они все закурили а я не закурил поэтому это очень важные моменты как есть английская пословица что твои поступки говорят громче твоих слов почему за офицерами дореволюционной армии российской солдаты шли куда угодно что эти офицеры получив очень правильное образование говорили солдату делай но потом добавляли одно единственное слово как я и они первыми шли в атаку и последними отступали и ради таких руководителей людям люди были готовы пожертвовать своей жизнью это очень важный момент поэтому если мы сами что-то не делаем наши слова быть просто таким сотрясание воздуха они не будут обладать силой интересно что когда кшили правопаде основательно международного общества сознания крест на приходили это люди и жаловались на кого-то была история что один ученик подошел к нему и сказал а вот я знаю что руководители храма в токио японии неправильно проповедует и что пропаду поднял глаза скоро да и когда-то туда едешь опешивший ученик сказал я что значит туда ехать это не собиралась доехать пропускал нету туда поедешь если ты не можешь сделать что-то лучше тогда молчи критиковать каждый дурак может поэтому сашила правопадой просто критика обычная не проходила любые люди которые пытались кого-то исправлять шел пропаду сразу требовал от них чтобы они сами этому следовали на самом деле это правильно потому что очень многие люди сейчас готовы осуждать других указывают на недостатки других но сами они не несут никакой ответственности не хотят и нести какие-то люди хоть плохо но они хоть что-то делают они хоть в чем-то вышли из зоны комфорта другие люди осуждают и ничего не делают в принципе если мы сейчас оглянемся вокруг есть две категории людей вокруг нас первая категория людей которые хоть что-то она делают а другая категория людей которые ничего не делают но зато всех критикует я уверен что вы наверняка сталкивались такой категории людей поэтому когда какие-то люди в интернете начинают что-то писать и кого-то осуждать я часто им пишу и говорю о умники научите меня пожалуйста как это правильно делать на своем примере это очень важно и многие люди они обращают основное внимание на это это очень важно то есть это второй пункт что мы сами должны следовать тому чему мы пытаемся обучать других это налогать на нас определенная ответственность третий очень важный пункт мы должны занимать оплённое положение которое дает нам право это делать примеру нам нужно быть другом этого человека или родителям или духовным лидером и так далее или просто родственникам близким иными словами у нас должен быть оплённый банк доверия своими поступками мы кладем на этот счет хорошими поступками счет счет доверия мы вкладываем все это во время таких кризисов мы можем указывать на какие-то недостатки исправлять человека снимая таким образом со счета например когда тот человек как я уже говорил который много нам блага принес прошлом или с кем мы прошли много испытаний то не отворачивался от нас времена даже очень больших кризисов указывает на какие-то недостатки но нам это гораздо легче принять просто нас уже есть как бы как бы доверие к этой личности нам легче это все принять услышать от него поэтому у меня был опыт что однажды одна девушка которая съездила в индию она поехал туда одна без гида столкнулась огромным количеством проблем попала в одном организации духовно буквально чуть ли не эксплуатировали она приехал такая загруженная немного мне пришлось подойти к ней чтобы ее как-то реабилитировать хотя у меня не было с ними таких близких отношений на меня было какое-то желание ей помочь я знал куда она влипла она возмутилась сказала что влезть ко мне своими советами сначала она возмутилась ничего не услышала слава богу что вмешался тот человек у кого было больше доверия к ней нежели ко мне он смог ей объяснить что там было как все правильно понимать и как-то она успокоилась у него восстановилась как бы как бы и личной жизни и духовная жизнь она возмущенно сказала почему он полез мою жизнь человек сказал но ситуация была экстремальная да может быть он он понимал что нет кредита доверия но это был единственный шанс тебя спасти но она сделал конечно свои собственные выводы но я сделал свои выводы для себя что если у людей не доверие к нам нам будет сложно им помочь им будет очень сложно принять от нас какие-то такие указания на какие-то недостатки как раз тяжелее поэтому все таки исправлять других могут те кто имеет близкие отношения гораздо легче или по крайней мере занимать соответствующее положение которое его обязывает это делать хорошо следующий важный пункт нам нужно выбирать соответствующие слова что иногда человек сделал что-то плохого на рубль а мы ему сказали такие болезненные слова которые сто рублей весят то есть мы гораздо больше ему рану при как бы нанесли нежели нежели то несовершенство которым он или эту глупость которую он совершил поэтому нужно выбирать правильный как бы механизм исправления человек может какое-нибудь слово плохое сказала морали на него часа это несоизмеримо это несоизмеримо его ошибка и тот стресс который он получил поэтому нам нужно выбирать тон слова мы дадим вам практически механизмы как это делать все правильно чуть позже мы сейчас описываем общий принцип теория и также прежде чем мы начнем исправлять также нужно морально настроиться что мы должны быть против невежества а не против личности это очень важный пункт в своей голове нам нужно четко разделять что человек хороший это недостаток плохой или как говорит иисус христос мы должны ненавидеть грех а грешника нужно любить это четко нужно как бы своей голове отделить что душа изначально она всегда чиста невежество плохо мы должны против невежества но не против человека душа всегда чиста на какое-то время она может быть покрыта какой-то иллюзией это нужно четко разделять когда человек чувствует что мы его как личность любим то ему будет легче гораздо принять и услышать я сейчас перед очень простой пример когда например представьте что вы сделали что-то ну какую-то ошибку кто-то подходит вам будет как ты мог это сделать почему ты это сделал чтобы эти чувствовать внутри я уверен что вы уже станете в оборону позицию согласны с этим у нас хочется как бы нам сразу хочется защищаться абстрагироваться наше сердце мы начали сразу закрывать а теперь представьте что кто-то вам говорит ну как такой хороший человек как ты мог сделать такую плохую вещь то согласитесь что это гораздо легче услышать согласны сразу как нам стыдно становится мы думаем ну ладно хорошо я как-то хорошо я буду меняться потому что человек нас считает хорошим это какой-то поступок плохой по-другому все воспринимается согласна с этим уже готовы услышать послание это очень важно собственно это основные механизмы как бы и сейчас я вам расскажу еще о некоторых таких практических моментах после этого у нас будут какие-то обсуждения я еще продолжу тему все потому что есть практические механизмы как указывает на недостатки других единственно что нюанс нам нужно научиться правильно исправлять есть ты послание а есть я послание в исправлении и дело том что ты послание не работает когда что ты послание как раз переход на личности а когда мы на личность переходим и отождествляем как бы недостаток с человеком сердце человека обязательно закроется я приду простой пример когда кто-то к вам обратиться скажет почему ты это сделал когда использую слово ты то автоматически мы чувствуем что нам сейчас боль причинят и мы уже внутри как бы закрываемся мы уже готовимся к обороне потому что кто-то во наше внутреннее пространство как бы пытается войти как бы нас отождествляя с каким-то пороком или с каким-то невежеством даже если мы действительно сделать какую-то глупость но все равно нам как-то больно и любое ты послание склопывает сердце человека и мы не будем услышаны я уверен что у каждого из тех кто меня слушает есть богатый опыт всего этого каждый раз когда мы использовали обращение ты к человеку указывая на недостаток практически всегда люди закрывали свое сердце или начинали сражаться или обижаться они не слышали что мы говорили обратите внимание что мы можем стоять над человеком и может быть он из страха сделает что мы ему указали но внутри он не примет это наше послание если нас рядом не будет то он будет действовать как он хочет а не как мы ему говорили иными словами ну что мы сделали то есть человек ты не изменил своей системы ценностей согласно сказать поэтому ты послание не работает правильно работает я послание я послание следующее мы не переходим на личности мы используем общие слова такие как человек люди в зависимости от того кому обращаемся или дети если мы детям обращаемся не ты а дети или ребенок и общие слова какие-то обозначения и используем такие слова как я мне мое также и таким образом это называется я послание мы описываем и в этот в этом послании нужно описать свои чувства что вы чувствуете или когда вы увидели какой-то несовершение вот этот проступок человека убивается несколько зайцев вы одновременно раскрываете сердце человека свою боль таким образом выпуская пар потому что я уверен что когда мы видим какие-то несовершенствия иногда нас это беспокоит и мы потом в гневе начинаем ты послание человеку говорить но мы уже возбуждены внутри то ты эмоциональная энергия неудовлетворенности направленные на человека становится агрессивный человек сразу как бы сердце закрывает мы на каких повышенных тонах говорим иногда человек говорит что ты на меня кричишь или почему в таком тоне ко мне обращаешься начинается конфликт а нам то что делать у нас пар там мы-то возмущаемся нас побеспокоило все это а женщина если она еще не выговорит что она вообще взорвется скороварка если пар не выйдет взорвется что делать когда мы используем я посланием одновременно как бы свою боль как бы вытаскиваем наружу но мы делаем таким образом чтобы человека не обидеть и он чтоб услышал все это сейчас расскажу практически как это делать потому что многим не очень понятно представьте ситуацию что я на детях это расскажу это будет легче понять хотя эти принципы работают и со всеми взрослыми так же вы стоите к примеру в аптеке с маленьким ребенком своим вдруг ваш ребенок начинает капризничать указывает на витрину говорит мама купи мне вот эту витаминку витаминку хочу и заводится проблема сейчас пойдем домой там есть витаминка думай я тебе дам там нет сейчас хочу купи мне витаминку хочу витаминку вы сами не ожидаете такого поведения от вашего ребенка начинает истерику закатывать и тут уже все те люди которые стоят помимо вас в аптеке начинают смотреть на вас на вашего ребенка даже та женщина которая за кассой сидит тоже в шоке смотрит чей-то ребенок так себя ведет что вы будете ощущать как мама как родители разумеется вам будет очень неудобно я уверен будете не знать куда мы куда вам деться провалиться потому что теперь вы в таком ваш ребенок вас как-то в таком виде представляется все думают как она его воспитывала и так далее что мы что что нас подмывает делать обычно на бы ты мы часто используем ты послание как ты себя ведешь или прекрати так себя вести прекрати так себя вести это ты послание это бы она не работает или сейчас вот мы выйдем я тебе такую витаминку покажу и как ребенок подреагирует на ваше сообщение я уверен что понимаешь там улетит сейчас он еще больше начнет орать разумеется мама тогда хватает ребенку за руку вытаскивает его из этой аптеки или или ребенок начинает не убегать но там дальше начинаются истерики ребенок весь слюнях слезах и так далее еще больше криков у мамы разбитое сердце она идет несчастная у него настроение испорчено ребенок весь несчастный то есть ты послание не работает схлопывает сердце вопрос а что маме делать работает я послание маме достаточно просто встать закрыть глаза и сказать свои чувства мне сейчас так стыдно за поведение моего ребенка все на меня смотрят я не знаю куда мне от стыда провалиться сейчас мне очень печально что мой ребенок не больно что мой ребенок себя сейчас так идет вот она по свои чувства писал то есть не ты а мой ребенок и описал свои реальные эмоции что она испытывает ребенок буквально хватает за подолгу мама все я все понял не надо никакой витаминки все сработало это касается любых ситуаций много лет назад сидел на одной лекции в москве в московском храме стал один из таких очень зрелых духовных людей лекцию но при этом он цитировал очень много санскрита даже мне который хотя я закончил как бы курсы ведического богословия я бхакти-шастра закончил мне приходилось все свои извилины напрягать чтобы понять что же он говорит поэтому он прыгал с темы на тему было очень сложно понять логику всего того что он говорил даже я логическую цепочку потерял и лекция была настолько сложная я глянулся вокруг примерно треть людей в этой алтарной комнате кто слушал его лекцию вообще ничего не понимали то есть это были как минимум это были новые люди и все извилины надымились они думали умный человек но ничего не понятно после лекции я подошел к нему и сказал мы можем пройтись я хотел как бы несколько слов сказать отзыв сначала так видно напрягся немножко я сказал я хотел просто поделиться когда лектор то есть я не сказал ты я сказал когда лектор меняет очень часто тему своей лекции то люди теряют интерес как только у людей логическая цепочка как-то прерывается в голове они не понимают о чем идет речь то они теряют интерес к лекции это очень важно а тут очень часто тема менялась без какой-либо логической цепочки потому что и мне было очень сложно слушать и я не понимал о чем лектор говорит многие люди рядом по взгляду я тоже видел это же и так же когда человек использует очень много санскрита для людей то есть не ты а человек использует или лектор много санскрита то люди это не слышат то есть то есть не понимают о чем идет речь если он перевод еще не озвучивает поэтому я ему сказал что если все это учесть то это позволит тебе на новый уровень подняться на больший уровень у тебя огромный потенциал в конце я сказал слово ты потому что я прославил его я сказал что у тебя огромный потенциал ну когда я указывал на какой-то недостаток это я говорил как бы от третьего лица этот лидер выслушал меня и сказал интересно ты мне как-то вот сейчас на недостаток сказал но так указал но таким образом что я не обиделся мне легче было все это услышать спасибо и действительно он сейчас гениальный лектор читает очень интересные лекции надо учел это все работает я еще хотел сказать несколько слов большая тема что прежде чем указывать на недостаток какой-то или исправлять человека сначала нужно его спросить а хочет ли он вообще нас слушать потому что один из 54 проявления гордости это считать себя благодетелем других это очень интересный пункт потому что иногда мы лезем туда куда нас не просят не спросив разрешения разумеется у нас возникает вопрос такой это касается именно равных людей как бы взрослых людей не касается воспитания детей дело в том что я уверен что каждый из нас сталкивался с тем что мы хотели кому-то помочь а люди нам говорили а чё ты лезешь вообще я тебе и твое мнение не спрашиваю кто тебя просил вообще лезть со своими советами своей помощью и мы не знаем что тогда делать мы хотели как лучшее а человек не принял почему это происходит потому что мы по сути дела нарушили очень тонкий этический закон закон свободу выбора даже кришна в бхагавадгите не вмешивается в свободу выбора арджуны он не лезет к нему с наставлениями пока сам аржуна не попросил кришну стать его учителем только после этого кришна начал давать ему наставления это очень интересно до этого он общался с ним как с другом поэтому сначала спросите а можно я тебе как бы дам какой-то совет если скажет можно тогда уже можем дальше продолжать эту тему развивать но если людская да не надо ничего тогда лучше это не делать почему что я уверен что каждый из вас сталкивался с такой ситуацией что люди не готовы вас услышать согласны с этим вот иногда я уверен что каждый из вас видел тех людей когда вы видели что ну вы осознавали что у человека проблема серьезная проблема в какой-то невежестве находится делает откровенно какие-то ошибки или глупости неправильно себя ведет и мы хотели человек казалось бы помочь человек начинал с нами спорить явно был совершенно не готов услышать все то что мы ему говорим не хотят не хотел принимать это все с интересное определение иллюзии которая дается в ведах иллюзия это когда для всех вокруг уже давным-давно очевидно что мы делаем что-то не то а мы последние кто узнает об этом определение иллюзии уже всем вокруг давным-давно понятно что мы делаем какую-то глупость но мы последние кто об этом узнает потому что мы иногда настолько себя убеждаем в этом в своей правоте что мы никого слышать не хотим в таких случаях если вы видите что кто-то вот ну явно делает глупости но он себя настолько убедил в этом что он не готов он услышать ни от кого может попытаться так знаете так называется пробным боем чуть-чуть так нащупывать но вы видите там броня стена не пробиваем человек не готов возникает естественно просто что делать вы же видите что человек сам себя убивает глупости делает от вас ничего не слышит не готов никого услышать совет в таких случаях рекомендуют сохранить отношения и молиться за этого человека наших духовных учителей спросили и задали вопрос это было профи опросник если вы видите что какой-то человек делает откровенную глупость глупости и причиняет страдания даже другим у вас два варианта как поступить первый вариант сказать ему всю правду но такой но человек ничего не примет что он не готов пока второй вариант ничего не говорить подождать подходящего момента 80 процентов учителей выбрал второй вариант конечно это очень просто видите что он какой-то человек делает откровенную глупость надо как мы можем но не готов ничего услышать готов ничего принять в таких случаях нужно молиться за него потому что господь лучший учитель наши молитвам будет использовать как аргумент чтобы вмешиваться в жизнь человека начать и как-то помогать ему менять меняться господь источник разума источник мудрости даже если человек своим свой разум отключил то господь может его включить этот разум включить он знает как включить он совершенный учитель нам нужно доверять господом поэтому молитесь о том чтобы господь помог этим людям господь даем разума даем мозгов изменить сердце пожалуйста как-то даем понимание что они делают помните как говорился с кристос господь даем разум не веду что творят это очень важно и я расскажу историю один человек при мне много лет назад обратился к духовному учителю учить дорогой учитель благословите меня на то чтобы я моем городе открыл ресторан самое любопытное что буквально за неделю до этого события он о том же самом сказал мне будучи очень практичным человеком я ему сразу задал вопрос у тебя деньги есть чтобы открыть ресторан нужно очень большие вложения нужно арендовать помещение или иметь свое помещение в центре обязательно в районе доступности людей если у тебя опытные повара потому что ресторан уже означает что повара должна быть очень высокого уровня потому что ты торгуешь вкусами один раз ты ошибся ты потерял клиентов автоматически ты потерял источник дохода любая ошибка будет стоить как бы как бы твоей прибыли потом сказал если у тебя менеджеры потому что прежде чем ресторан начнет нормально работать менеджерам придется там буквально чуть ли не ночевать первое время и так далее искал ничего нет зато у меня есть энтузиазм искал на одном голом энтузиазме ты далеко не уедешь почему ты не веришь в кришну что не веришь что господь может нам все дать если если будет энтузиазм я понял что передо мной человек который находится какой-то иллюзии он обиделся на меня любопытно что через неделю как нам пришел к учителю учитель посмотрел на него увидев что это был гопал крис на госпами гопал крис на госпами прошлом он был финансовым директором компании кока-кола в индии мумбаи представьте уровень его понимание бизнеса сразу понял что перед ним человек романтик но увидев что ученик знаете в розовых очках ничего не готов слышать он убедил себя своей правоте он сказал хорошо попробуй сохранил отношения не сжег мосты как я это сделал что я с этим человеком поругался таким образом доказывать свою правоту он все равно не принял ничего из того что я говорил но мосты сжег и несколько месяцев этот человек со мной не разговаривал это была моя ошибка но его учитель к попробуем буквально через месяц этот ученик уже такой смиренный смиренный подошел разместиться ничего не получилось я нашел да у меня ничего не получилось может теперь вы мне скажете что делать я уже готов чем-то другим заниматься учитель улыбнулся и сказал я я ждал этого вопроса это разум мудрость как исправлять других и суть состоит в том что я последний еще несколько моментов скажу потом может быть мы обсудим какие-то вопросы дело в том что когда мы пытаемся исправлять других в этом нельзя давить на других людей нельзя навязывайте нельзя заставлять даже хорошими вещами можно все испортить я сейчас приведу простой пример всем кто-то даст представьте что перед вами на тарелке находится большой кусок кого-то прекрасного очень вкусного торта или пирога например медовик со взбитыми сливками с грецкими рейхами внутри у многих уже слюна потекла вставляете кто-то берет этот вкуснейший торт пропитанный ароматом холодный из холодильника полагается подходит к вам и говорит а ну-ка рот раскрыл рот раскрыл а ну-ка ешь давай давай ешь какие эмоции у вас возникли как-то этот торт у нас во рту застрянет согласно в горле казалось бы это ваш любимый торт что было нарушено свобода выбора согласно с этим даже хорошими вещами можно все все испортить мы казалось бы людям иногда пытаемся хорошее послание дать вкусное послание питательное для их как бы жизни но если мы навязчивы если мы как бы прям нарушаем этот принцип принцип свободы выбором как мы давление оказываем такой чрезмерно то человек у него будет обратная реакция чек от 3 не даже эти хорошие вещи как вот этот торт у вас как в горле начал застревать почему потому что насильнее было тонкое насилие она закрывает как бы доступ к посланию согласны с этим люди думают я умру но из принципа как бы не приму потому что я чувствую что меня насилует поэтому интересный момент кришна совершенный учитель в бхагавадгите песня бога передает знание аржуне а после этого говорит а теперь аржуна подумай обдумай все что я тебе сказал и поступай как сам пожелаешь кришна не говорит ажуна я тут час на тебя угрохал всю бхагавадгиту рассказываю теперь взял ноги в руки и пошел все делать так не говорит кришна готов что ажуна не последует вопрос почему кришна не совершает как бы насилие почему кришна оставляет свободу выбора же за аржуны потому что свобода выбора является ключевым условием для обретения личного опыта человека потому что то что человек сознательно сам принял те решения которые он сам принял основываясь на своем выборе это его решение уже теперь будет следовать этому решению уже независимо от обстоятельств потому что это его выбор это его собственной жизненной позиции уже стал когда мы справляем других людей наша главная цель не заставить его что-то делать потому что это будет насилие и когда мы над его душой стоять не будем человек все равно так поступать не будет потому что это это же ему это навязали это не его к не его концепция внутренне а правильное исправление это когда мы других людей подводим буквально к тому чтобы люди как бы ну сами взяли ответственность за свою жизнь и когда они сами как бы такой выбор сделали внутри они будут действовать соответствует своим выбором уже при любых обстоятельствах как то как этого добиться я сейчас общий механизм напишу первое это нужно спросить человека хочет ли мы вообще поговорить на эту тему интересными мы вообще это тем всех скажем да то есть это его выбор он хочет нас слушать мы идем дальше дальше нужно описать что человек теряет не поступая правильно в той плоскости которую мы хотим раскрыть что он потеряет после этого нужно описать что он выиграет поступая правильно конкретно в этой плоскости какие блага он получит после этого нужно сказать а теперь сам решай как ты будешь совести и и теперь два очень важных пункта не один даже если человек не примет правильного решения мы должны сохранить отношения на самом деле прежде чем исправлять другого человека нужно настроиться на последний пункт прежде чем начать говорить нам нужно внутри себе принять очень важное решение что даже если человек сейчас меня вообще не услышит я все равно сохраню отношения что отношения важнее в таком случае мы не мы не опустимся до внутреннего насилия мы не совершим насилие тонкого на человек есть такое понятие знаете мы догнали его и причинили ему благо тут такого не будет или операция прошла успешно но пациент скончался такого не будет очень важно мы будем внутреннюю субординацию сохранять это важно спасибо я готов ответить на любые вопросы так вопрос как не переборщить с принципом ненасилия с детьми в возрасте 16 до 11 лет как донести правильные принципы малым детям и стать врагом своим детям прекрасный вопрос дело в том что как я уже упомянул к детям нужно применять оплённую строгость любовь это не исполнение всех прихотей это отдельная большая тема касаемо исправления детей что пропадан рассказывал историю реальная история а дело в том что в лондоне в конце позапрошлого века орудовала банда людей которые всех убивала главарем этой банды был мальчик на самом деле который был юноша но обладающий невероятной жестокостью дело в том что его воспитывала бабушка так получилось что у него погибли родители в детстве богатая бабушка балуя своего внука бедного несчастного позволял ему делать все что он хочет в результате этот ребенок превратился в монстра жестокого беспощадного они убивали грабили насиловали без лондон был потрясен от жестокости в конце концов его поймали приговорили к электрическому стулу и когда огласили приговор спросили что вы хотите сказать я хочу пару слов сказать на ухо своей бабушке когда бабушка приблизилась к нему вцепился зубами к ней в ухо и откусил ее ухо это был шок она заплакала почему ты это сделал и она сказала на самом деле это ты во всем виновата если бы ты меня наказывала я бы не превратился в то животное каким я стал сейчас и бы не оказался здесь и не совершил все эти жестокости которые совершил многие люди не понимают что любовь это не исполнение всех прихотей любовь это мысли о благе если ради блага ребенка его нужно наказывать нужно наказывать вопрос как это делают правильно в ведической культуре никогда не наказывали до тех пор пока не объясняли что он сделал не так исследования современные показали что большая часть детей когда родители их наказывают даже не знают за что их наказывают за что их наказывают я приведу простой пример одни мои знакомые один мой знакомый зашел в друзья маленький ребенок которым было четыре года стоял в углу и плакал и знакомый спросил этих людей а ты знаешь как вы думаете он знает за что он в углу стоит папа сказал конечно знает негодяй ведь он такую вещь сделал когда он приблизко ребенку сказал за что тебя наказали он просто пожал руками он плечами он не знает почему представьте что кто-то над вами стоит такое большое говорит ты понимаешь что ты сделал если вам дали еще несколько подзатыльников до этого то или разумеется вы будете кивать головой если ребенок не в состоянии объяснить и пересказать что он сделал не так и почему это плохо означает что он не понимает знаете как дети воспитывают воспринимают наказание когда родители не объяснили почему они это сделал они воспринимают это как проявление нелюбви представьте тут папа или мама были хорошими а вдруг непонятно с чего завелись и стали мне боль причинять а ребенок просто потянул за скатерть и может быть разбил нашу там любимую вазу который подаренную вам на свадьбу ребенок же не в курсе сколько этого застоит что это она связана с таким важным событием для вас как белый лист бумаги не знает этого у нее такая реакция меня не любят самый любимый человек самый близкий человек ко мне меня ненавидит ну что это глупо и сделанная ну что-то я сделал такой не так но уровень боли которыми сейчас причинили не соизмерим у этих детей потом огромные комплексы неполноценности на всю жизнь поэтому знаете как ведическую культуру из исправляли детей очень не обычно те потому что дети как белый лист бумаги у них же нет еще понимания что хорошо что плохо откуда он это знает если вы ему все это не рассказали в нюансах и детали почему это плохо что он потеряет делая это как как его в будущем жизнь сложится если он будет так поступать вы же мы ничего не объясняли откуда на это можно знать у него жизнь опыта то нет поэтому когда ребенок делает что-то не так обязанности родителей ведической культуре сказать первый раз я тебя не буду наказывать а мне сейчас очень больно за то как мой сын поступил это плохо потому то потому то и потому то если ребенок так будет поступать то есть не ты а ребенок опять до третьего лица мы говорим или человек так будет поступать его жизнь закончится вот этим или вот этим или вот этим он вот это потеряет поэтому так когда сделал первый раз я тебя наказываю первый раз не буду я надеюсь что это последний раз было ты мог не обладать этим знанием поэтому я надеюсь что это не повторится никогда я предупреждаю теперь ты уже знаешь почему это плохо у тебя есть информация если ты второй раз это сделаешь теперь тогда я вынужден будет тебя наказать у тебя уже есть ответственность и все первого своего не наказываете большинстве случаев 90 процентов дети это второй раз делать не будут но если он делает это второй раз тогда вам нужно что нужно взять и наказать действительно можно сыпать ему ремня по мягкому месту или еще что-то сделать такая девочек правда девочкам это никогда не не делали самое сильное наказание для девочек это просто перестать разговаривать с ним как все это я не буду общаться и пару часов вообще не разговаривать самое сильное наказание не нужно как-то реагировать на все подвизывание сказать все ты не играешь я с тобой решить это игрушкой как-то игры просто решить как общение все на всю жизнь запоминает но и нет никакого насилия такого физического самое сильное наказание в группах тоже так интересный момент что но если вы накажете уже второй раз к если он это сделал это нужно делать обязательно ребенок будет вам благодарен и не обидится тебя же предупреждали ты же знал почему это плохо знал прости но я вынужден тебя наказать просто из любви к тебе что ты так больше не делал никогда и тут нужно давать по заднице интересный момент дети не обижаются мой знакомый он сейчас является мой друг он является руководителем храма в омске там удивительное божество рады и кришны вы может быть видели какие-то фотографии в интернете удивительный человек но он говорит что родители меня наказывали потому что мой характер был такой очень тяжелый но никогда они это не делали не объяснив почему сначала каждый первый когда первый раз делаем всегда объясняли мне и давали мне шансы второй раз они уже мне наказывали благодаря им я вырос хорошим человеком он женился на женщине уже с ребенком и и воспитал того сына как свой удивительным человеком не двое детей сейчас и он руководили огромной общины это только очень заботливый пример отца и мужа я просто сейчас говорю как правильно указывать на недостатки спасибо если еще какие-то вопросы задавайте я включу сейчас отключу микрофон чтобы слушать если можете включить микрофон и спасибо большое вам за лекцию очень чувствуется что вы сами следуете тому что говорите поэтому ваши слова попадают попадают прямо в сердце и у меня такой вопрос если отсутствие свободы выбора наставления какие-то замечания направлены в мою сторону как можно как как правильно реагировать для того чтобы слегка сохранять отношения с равными я так понимаю что скорее всего это просто озвучивать свои чувства если это старше особенности преданные как можно обратить обратную связь в этой ситуации для того чтобы сохранить отношения опять же сердце потому что точно так же точно так же да посмотрите можно сказать просто таким образом сказать например когда старший человек старший вайшнав к примеру назовем например совершает насилие по отношению ко мне я чувствую такую агрессию или давление них то есть мне вообще хочется просто дистанцировать или я испытываю очень большую боль и можно так сказать и я думаю почему так себя ведет мне например сложно понять поведение человека который который старше меня духовно но как бы просто давит на меня или заставляет в чем-то то есть у меня отторжение у меня или пока не желание с ним общаться или желание дистанцироваться опишите свои чувства то есть вы говорите как бы не ты ему а вот старший вайшнав так или старший духовный лидер там понятно да и опишите свои чувства если человек если вы видите что до человека не доходит иногда бывает такая ситуация то тогда есть два варианта как поступить или обратиться к другим более старшим над ним человеком или к другим или к тем кто на одном уровне с ним находится чтобы они ему какие-то вещи сказали или другой момент это просто дистанцироваться потому что уважать это не всегда означает близко общаться это четко нужно понять есть категория людей которых нужно уважать на расстоянии да ясно да есть такая категория людей их нужно уважать всех нужно уважать но если человек на упор но не хочет меняться или до него не доходит то есть еще очень важный момент в отношении к каким-то духовным личностям на которые ну явно как странно себя иногда могут вести потому что это не проблема самого пути духовного это проблема этого конкретного человека понятно да путь то нормальный просто у этого человека заморочки какие-то или он что-то не понял или не понимает потому что нужно четко понять что он духовно старший человек это еще не означает что он как бы святой что он достиг совершенства он всего лишь в пути тоже может он чуть больше прошел по этому пути чем мы но он тоже свои испытания проходит тоже свои ошибки совершает понятно да у него может быть больше чем у нас знаний и опыта понятно да не нужно никого идеализировать потому что русские они имеют две такие крайности они сначала из кого-то делают идола а потом сразу а потом их низвергают знакомые ситуации сначала кого-то обожествляем а потом его там закидываем его там гнилым помидором с криками ату его ату понятно да чем это речь поэтому поэтому знаете что я делаю если кто-то из старших как-то так себя ведет я подхожу к какому-то изображению Господа и говорю Кришна они твои преданы сам с ними разбирать ясно да дай бог не с своими тараканами разобраться ну ясно да не нужно их осуждать не беспокойтесь Кришна знает кому и как по башке надавать даже чтобы что-то достучаться у меня был опыт когда я наблюдал за какими-то духовно старшими людьми старшими чем я которые делали откровенные ошибки но никаким ну никак не хотели как бы слышать никого тоже были ослеплены как бы своей как бы правотой я сначала несколько раз пытался но я видел что такая непробиваемая броня тогда в таких случаях нужно просто дистанцироваться господь говорит бхагавангите лучше плохо исполнять свои обязанности чем хорошо чужие ибо следовать чужому пути опасно такими случаями нужно просто сказать ну я попытался как-то помочь обратную связь дать и человек явно не готов то есть он не слышит в таких случаях просто это немножко больно конечно но наблюдать когда явно человек какие-то глупости делает от которых все окружающие могут страдать но в таких случаях просто скажите ну господь ты сам с ним разбирайся это я уже не могу тут это не моя сфера влияния и господь разберется господь знаете что делает он какое-то время терпит этого человека терпит терпит всяких знаков дает через разных людей а потом господь он ему куськину мать устраивает понятно то есть у человека начинаются проблемы это понятно да чем он говорит господь лучший учитель то есть терпение богу тоже не вечно понимаете то есть говорится что господь с каждым из нас сначала говорит шепотом любви из сердца ты неправильно себя ведешь потом уже начинает говорить голосом совести уже такой знаете это не шепот а уже голос такой у нас такие знаете кошки на душе скребут или другие люди нам это прям тыкают и говорят ну как ты себя ведешь но когда мы шепот любви бога не слышим а совесть мы потеряли или пока мы заглушили ее господь тогда уже начинает кричать и упасть в роду понимаете уже тогда уже чтобы для человека докричаться знаете когда человек в танке нужна тяжелая артиллерия и господь начинает уже стрелять уже из пушки и он знает как дострелять достреляться понятно да потом у этого человека проблемы со здоровьем начинаются или там или многие от него отобрачиваются и так далее но нам не нужно как бы в это все лезть господь знает нам знает с кем как все это сделать Кристина говорит интересная вещь боговандит Кристина говорит ты имеешь право исполнять только свой долг но плоды твои действия от тебя не зависят не считай себя действующими не клоняюсь от исполнения долга в этом смысле смотрите если мы что-то делаем а у нас там не получается то нет плодов попытались исправить человека вот видите там броня не слышит он и продолжает делать или наставить делать глупости или наставить на каких-то таких странных вещах в данной ситуации тогда не нужно переживать нужно подумать значит ну это не мое дело его исправлять я лучше сосредоточиться на том круге влияния которое у меня есть я буду например там оказывать влияние тогда ну на тех кого я могу на людей вокруг на окружающих на своих друзей знакомых понятно да кто меня слышит вот и все и не нужно переживать если там не получается ясно да мы попытаемся один два раза но если там непробиваемая броня тогда скажите ну крисно сам с ним разбирайся занимайтесь каким-то делом значит Господа на вас какие-либо другие планы с этими словами если бы Господь хотел через вас все это сделать у вас бы получилось а если там непосредственно оно не получается означает у вас нет полномочий свыше на это значит у вас полномочия на что-то другое понятно да занимается своим делом это все Господь там сам разберется с ними ясно не беспокойтесь Господь знает как с кем разобраться и как ему там все сделать в любом случае нас никто никогда не лишит возможности служить Богу до тех пор пока мы с вами как бы хотим это ему служить ясно да и следующий вопрос Сергей его задает вы говорили что зависти нету когда мы испытываем сострадание а не радость когда исправляешь и помогаешь как избавиться от внутреннего чувства радости чувства превосходства зависть дело в том что веды говорят что единственный способ избавиться от зависти это служение другим другого пути нету только когда мы если мы чувствуем что мы завидуем мат царья мат означает от асара меня слово зависть означает переводится как когда я вижу что человек от меня чем-то отличается он меня в чем-то превосходит мы начинаем завидовать единственный способ избавиться от зависти это служить этим людям и также другой механизм это радоваться успехам окружающих когда мы радуемся за них то говорится что хорошее качество этих людей переходят к нам а когда мы завидуем другим людям и как бы их осуждаем то их пороки переходят к нам говорится что когда интересно что читание чередами описывается что когда кто-то делал что-то хорошее для господа все спутники господа читания они радовались таким образом они получали благословение этих людей и самого господа также и хорошее качество переходили к ним это вот собственно как помочь нужно служить этим людям радоваться за них желать им счастья так зависть начнет уходить спасибо и вопросы если какие то вопросы такие можете микрофон включать задавать или писать похоже уже вопросов нет у нас было важно а так не совсем по теме вопрос хорошо писание говорится что дух а духовный учитель это представитель бога что духовный учитель это необыкновенный человек или личность как встретить духовного учителя и понять что это мой духовный учитель а самое главное как увидеть и поверить в божественные качества духовного учителя спасибо дело в том что в любой науке должен быть учитель согласны с этим и духовная жизнь духовная наука это тоже не исключение теперь вопрос как понять что это мой духовный учитель я буду достаточно конкретен хорошо во первых для начала выберите тех личностей которые вообще приезжают из духовных учителей в ваш регион или вообще в районе доступности и напишите большой список может это будет там 15 человек 20 человек теперь следующий момент тех учителей которые принадлежат как к цепи духовной преемственности следующий теперь момент дело в том что есть три признака что этому учителю учитель это должен обладать схожим настроением с нами называется саджатия иными словами то что он говорит должно как-то но трогать мое сердце важно должно доходить до нас то есть общее послание должно быть мне близко разумеется какие-то моменты будут сложными но в целом послание должно быть близко то есть понять общее настроение мы можем только его слушая никак иначе говорится что глупца и мудреца не поймешь пока не рот не раскроет то есть только в процессе слушания лекции духовного учителя мы можем понять настроение это мне близко иными словами доходит ли до меня то что он говорит струны души это задевает это первый момент второе это первое это саджатие или схожее настроение второе это снида 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 означает что его сердце должно обладать добротой или любящей природы безусловной любовью и последнее махаттара у него должно быть больше опыта и знаний чем у нас и теперь уже конкретно что делать вот мы выписали список этих учителей кто в районе доступности теперь возьмите в интернете найдите их лекции и просто их послушайте и выберите из всех них например тех личностей чьи слова действительно как-то задевают струны вашего сердца по крайней более их послание как-то вам близко более доходчиво до вас изменится что-то будет философски сложным что-то понятно что-то непонятно но в общем до вас доходит это может быть будет два или три человека из этого списка смотрите круг сужается уже теперь следующий момент вам то есть определять что он мой учитель нужно по этим критериям слушая этих людей по посланию потом задайте себе главный вопрос а у кого из них у кого из них у меня веры больше кто из них квалифицирован вернуть меня назад домой к Богу если я за ним пойду если если когда вы спросите свое сердце в отношении конкретной личности если у вас позвучит такое что да безусловно вот этот человек квалифицирован на сто процентов у меня даже сомнений нет то это ваш учитель в смысле не о том что мы как бы оцениваем их квалификацию мы скорее спрашиваем свое собственное сердце насколько у меня есть вера в этой личности понятно свой уровень веры в них учитываем в кого из них вера больше вот эту личность нужно принимать своим учителем я очень важную вещь скажу что некоторые люди думают что как понять что это мой учитель таким образом знаете что что у меня там волосы дыбом станут от восторга или прям я буду прям я что-то испытаю такое нет это не главные критерии поверьте настоящие отношения с учителем развиваются потом с течением времени когда вот вы все это проделали что я сказал дальше нужно просто как связываться с этой личностью узнавать как стать кандидатом его ученики что для этого нужно и наш материальный ум является проводником иллюзии он будет подумай еще 150 лет потом уже определишься за то что наш ум не хочет как бы выходить из зоны комфорта наш ум лентяй проводник иллюзии поэтому нужно пинать своего потому что мы тут жили не тушили ничего и кому и обязаны не были а тут надо же теперь учеником становиться какие-то обязательства какая-то ответственность правильно но не выходя из зоны комфорта человек не сможет расти это очень важно чтобы вырасти нужно выйти из зоны комфорта что рост человека развития начинается из выхода благодаря выходу из зоны комфорта что мы становимся учениками мы берем дополнительную какую-то ответственность за себя пытаемся что-то делать узнаем что для этого нужно и настоящее чувство или как бы уважение к духовному учителю и любовь к нему возникает только на очень зрелых стадиях то есть иными словами когда мы вкладываем в отношения обязанности ученика является слушание лекции учителя некоторые люди говорят а как мне понять что он учитель он же рядом со мной и живет 24 часа в сутки он и психологом или психиатром не является не то что по морейшему там знаете повода я бегу к нему такого же нет и дело в том что тот человек который слушает каждый день лекции учителя хотя бы 15 минут в день или читает его книги у такого человека не возникнет даже вопроса учитель далеко или рядом те кто слушает лекции учителя каждый день хотя 15 минут в день или полчаса то есть он будет ощущать что учитель рядом со мной всегда приучите себя например потом каждый раз когда вы чистите зубы не начинай чистить зубы пока вы на кнопку плеера не нажали или когда вы йогой занимаете или упражнения делаете или когда вы готовите какой смысл то есть смотрите мы готовим полчаса час в день вместо того что просто свой ум слушать почему бы нам не послушать лекции духовному учителю ведь это заряд нам даст на целый день и очень часто в этих лекциях мы получаем ответы на свои вопросы мы получаем вдохновение энтузиазм понимание куда идти и что и как делать потому что принять учителя это это не означает просто знаете фотографию повесить на стену и сказать вот у меня такой классный учитель улыбающийся принять учителя означает принятие его наставления когда мы собственно слушаем его мудрость от него получаем понимание куда идти что делать понятно да и когда мы начинаем слушать его он начинает открываться по настоящему и мы прям будем чувствовать эту связь глубинную связь и вся наша жизнь начнет меняться как это работает как это работает какие-то вопросы еще вопрос если вы не устали да у нас есть еще один вопрос если тогда последний вопрос отвечу а то вы уже устали да у меня такой вопрос как у меня не всегда получается понять сразу есть ли у меня любовь в сердце когда я какие-то может быть как-то исправления помогаю человеку даже когда он сам попросил и сам открыт и только после того как этот разговор произошел я могу понять что у меня не очень много было в сердце потому что увидев что этот человек делает другой выбор я расстраиваюсь может быть есть какие-то какие-то лайфхаки знаете что хорошо спасибо за вопрос дело в том что это не означает что если вы любите человека что вы не будете расстраиваться когда он делает глупости как раз любовь как раз состоит в том что мы расстраиваемся когда он делает неправильный выбор нельзя сказать что кришна он как бы который является безусловным безусловной любовью источником всей любви он не расстраивается когда мы от него отворачиваемся кришна расстраивается тоже понятно да говорится что души которые отвернулись от него которые страдают это головная боль господа потому что он реально переживает за нас и любой отец или мать она разумеется они расстроятся видя что их ребенок как бы пренебрегая какими-то их советами правильными делают глупости страдают от этих глупостей согласны с этим это любовь но мы же все равно как бы не можем свободу выбора как-то повлиять это печально безусловно когда ты видишь я например являюсь наставником для некоторых преданных и у меня было так что некоторые мои подопечные они отвергали меня отвергали наставление и делали глупости от которых разваливалась их личная жизнь их духовная жизнь и самое печальное когда ты видишь что человек себя сам убивает и тебя вообще не слышит ты ничем не можешь ему помочь это очень больно есть люди которые отвергали меня как наставника из-за иллюзий и потом у них начинались серьезные проблемы и то что я им говорил я говорил не делайте вот это но они все равно это делали и все как я говорил так оно и происходило но они не были готовы услышать они находились в той иллюзии что они убеждали себя что нет это проблема не во мне а проблема во всех них моим наставники это больно ну что делать к сожалению это реальная жизнь не нужно отчаиваться ясно да продолжать как бы желать блага молиться страдать то есть для этого нет никакого как бы совета рекомендации как поступать как не расстраиваться дело в том что есть такое сострадание сострадание означает что мы сопереживание буквально мы действительно сострадаем в виде боли других как как сказал один святых шли сам продай он сказал если человек в виде страдания других не испытывает как бы страдание сам или по крайней мере слезы не текут или боли не испытывает его сердце заковано в броню принцип принцип духовной жизни если мы правильно развиваемся наше сердце должно мягким становиться согласно мы должны быть эгоистами потому что для святых счастье других людей это их счастье а и боли это и также боли этих личностей почему потому что у них нет эгоизма их сердце очень чуткое вот это конечно идеал мы далеки от этого я пока мне про себя говорил по крайней мере мы этого куда нам нужно идти спасибо вам большое я вам очень благодарен спасибо за ваше внимание Гарри Кришна спасибо большое принять мое поколение до новых встреч